Татьяна умная женщина Татьяна, знаете, в каком аспекте она, пожалуй, действительно умна? В том, что она на все онегинские приставания в 8 главе отвечает ледяным вот этим спокойствием. Когда она говорит, что ж ныне меня преследуете вы, она довольно сильно унизила его, да? Зачем у вас я на примете? Она приписала ему самую низменную мотивацию. А можно ли хуже оскорбить? Мы всегда оскорбляем человека, приписав ему, допустим, имущественную, материальную или, не дай бог, какую-то злодейскую мотивацию, коварную. Она приписала ему мотивацию именно такую. Но она ведь чувствует, наверное, что если она согласится бросить мужа, сбежать с Онегиным, то он к ней потеряет интерес. Во-первых, она не может бежать с Онегиным, потому что когда в русской литературе начинают появляться адюльтеры? В 50-е только годы, да? В русской литературе господствует, конечно, невероятный разврат 30-х. У Пушкина, помните, гости съезжались на дачу, но внешне все очень четко драпируется. Ведь это и есть правление Николая Палкина, когда делай, что хочешь, но ничто не должно вылезать наружу. Конечно. И совершенно естественно, что Татьяна никогда, если бы она и ответила на домогательство Онегина, то она, конечно, не сбежала бы никуда. Это исключено. Но что касается вот ее правильного ответа, почему она его раскусила, это тот ум, который, собственно, ум от живота, ум от женской интуиции. Ну, можем ли мы назвать ее умной, неважно, мы можем назвать ее хорошей. Умным мы можем назвать Пушкина. Вот это да, он действительно очень умен. Умнейший человек в России, как назвал его кто? Николай. Николай Первый, совершенно справедливо. Да, умнейший муж. Знаешь ли, с кем я сейчас говорил? С умнейшим человеком в России. Да, а Татьяна, скажу вам честно, женщине ум не обязателен, ей нужна интуиция, суеверие и честность. Честность. Вот это те лучшие черты, которые, пожалуй, ее и характеризуют. Можно ли назвать характер Онегина жертвой общества? Вопрос не такой уж однозначный. Можно ли? Жертвой самого себя. Ну, самого себя. Это сказано, конечно, красиво, но по большому счету... Начнем с того, что такая ли уж он жертва, ребята, да? Эта жертва жива, здорова и неплохо себя чувствует, да? И не страдает от отсутствия аппетита. И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума, помните, да? Он не жертва, наверное, общества. Он в известном смысле, конечно, жертва того устройства, в котором для того, чтобы встроиться в общество, для того, чтобы приносить ему пользу, для того, чтобы что-то делать, нужно пойти на довольно серьезные внутренние компромиссы. Понимаете, делать карьеру в России, это же не значит только реализовывать свой потенциал. Это значит приноравливаться к условиям того самого общества в огромной степени. Пушкин имел все задатки для того, чтобы стать идеологом русского просвещения. И он написал записку о народном образовании, как он писал потом, ему вымыли голову за это. Хотя его всячески пытался Николай привлечь. Просто свободомыслие и достоинство несовместимы с государственным служением. Поэтому на вопрос, почему Онегин не делает карьеру, можно ответить двояко. С одной стороны, не делает, потому что не имеет никаких к тому талантов, а с другой, простите, потому что ее не сделаешь без очень существенных трафсных подвижек. Мы все понимаем с вами, что наиболее успешные пушкинские друзья по тому же лицею, люди его поколения. Ну, скажем, Матюшкин, который отличался выдающимися просто данными и географа, и мореплавателя, и офицера в морских сражениях. Но многого ли достиг Матюшкин? Вот в этой табеле о рангах. А, собственно, вот то, чего достиг Горчаков, канцлер, по сути дела, министр иностранных дел, а можно ли сказать, что Горчаков такая уж морально бескомпромиссная фигура? Нельзя. Горчаков достиг, но чем он пожертвовал, мы не знаем. Государственные головы были в лице и у всех. Но посмотрите, что стало с Пущным, который 30 лет провел в Сибири. С Кюхельбекером, который в Сибири умер. То, что два человека из выпуска, их там было, по-моему, 28, оказались в Сибири, это достаточно серьезный процент. Не говоря уже о том, что Яковлев, человек выдающихся дарований, тоже, в общем, остался без большой карьеры, не говоря уж о том, что большинство его талантов не реализовано. Дельвик умер от горячки, вызванной разносом у Бенкендорфа в 1931 году. Корф, Мясоедов, ну, они, кстати, ни на что и не претендовали, Мясожоров его называли. Понимаете, из более-менее серьезных людей хорошую карьеру никто не сделал. Наибольший государственный потенциал, потенциал государственного мыслителя был, конечно, у Чадаева, который, будучи старше Пушкина, мне кажется, шестью годами, был для него долгое время просто нравственным идеалом. Кончил он как басманный философ, ипохондрик в халате, которого объявили сумасшедшим. Так что, Онегин, жертва общества ровно в том смысле, что деваться было некуда. При всем уважении к вашей чудесной концепции, она действительно очень впечатляет, но у вас нету чувства, что тот факт, что роман не закончен, может быть, ну, проведение, и, в принципе, то, что он отложил его в сторону, да, это в какой-то степени показывает, что его нравственные изменения, опять же. А на уроках истории нам тысячу раз рассказывали о рисуночке на полях у Пушкина, там, виселица, декабриста, да, и я бы мог. Да, я бы... И многоточие. Я боюсь соврать, но я абсолютно уверена, что где-то читала, что там было продолжение, и я бы мог как шут... Как шут висеть, да. Ну, почему же? Это прочли, это так и есть. Как шут означает здесь не унизительность этого положения, а, вы знаете, карты Таро, и там есть карта повешенной, знаете ее, да? А там кто висит? Шут, да, с комарок, вниз головой. Так что, как шут висеть, это отзвук Пушкинского, довольно, кстати, неудачного картежничества и его веры в гадания. Пушкин, конечно, пересматривал отношения к декабризму. И, конечно, он не считал, что у декабристов бы что-то получилось. Но нам ведь не надо, чтобы что-то получилось. Нам важен порыв. А этот порыв он любил, этим порывом он восхищался. И не зря восстань, восстань, пророк России в позорной ризой облекись. Конечно, он понимал, что это пророки России. Восстанье с верами на вы к убийцу гнусному и весть. Он Релеева не любил, он считал его посредственным поэтом, у них чуть до дуэли не дошло. У него к Пестулю было крайне сложное отношение, он с большинством вообще не был знаком. А, слушайте, то, что пишет Пущин, директору лицея, Энгельгарту, то, что он пишет ему, он пишет, что, вот что хотите говорить, но более комичной фигуры, чем Кюхляна-Сенатской с пистолетом, представить было нельзя. Это пишет один участник заговора, о другом участнике заговора. Но действительно, Кюхляна-Сенатская это комическое зрелище, это же понятно любому. Но мы же не смеемся, потому что есть величие подвига, есть абсолютное величие бескорыстия. Вот это он в них любил. А идеи их он близко не разделял, я думаю, что он русский, правда, не читал просто. Почему Ленский, как поэт, который должен тонко чувствовать мир окружающих людей, влюбляется в пустую Ольгу, нежели в Татьяну, которая... Прекрасный вопрос. Я выбрал бы другую, когда бы был, как ты, поэт. Какие есть ответы? Ольга красивая. Вот и правильно. У Ольги плечи, что за грудь. Поэт... Ужасную вещь сейчас скажу, а вы ее немедленно забудете, хорошо, да? Для поэта чувственные вдохновения, эротические вдохновения важнее интеллектуальных. Если мы видим девушку умную и некрасивую, это нас меньше возбуждает, меньше сподвигает к письму, нежели девушка глупая и пухлая, но совершенно очаровательная собою. Я хотела спросить обо недине. А в некоторых источниках он характеризуется не совсем как пустой человек, и приводятся следующие аргументы. Во-первых, что все-таки у него неплохое образование, он там читал Адама Смита. Какое у него неплохое образование? И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Это самое поверхностное суждение из Адама Смита, а все его образование заключалось в том, что слегка за шалостью бронил и в летний сад гулять водил. Сколько он там помнил из Инаиды? Два стиха! Я даже догадываюсь, каких. Ну и чего? А во-вторых, что он барщину оброком заменил. Ох ты, мать моя, какой действительно подвиг! Иереман Баржина старинный, оброком легким заменил, и раб судьбу благословил. Вот здесь и глубокий эконом-то, да? Кто такого не делал в свое время? Но дело даже не в этом. А дело в том, что, понимаете, ну посмотрите вы на уровень его разговора. То, как он разговаривает с Татьяной, это именно уровень чрезвычайно поверхностного человека, не умеющего найти ни одного живого аргумента и постоянно любующегося собой, да? С чего же вам больше свет любил или решил, что он умеет и очень мил? На основании каких сведений Евгения разглашают ученым малым, но педантом, да? Без рассуждений в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре. Вот это все, что он умеет, да? Чего? Я хотела ответить на слова про барщину Аброк. У того же Писарева сказано, что если бы у Онегина не было большого наследства, то он бы никогда на этот шаг не пошел. Ну конечно, потому что Онегин вообще не из тех людей, которые в чем-либо себе отказывают, да? Ну правда наследство, ну как там, оно конечно не очень большое, это наследство там, если дядя все время только мух давил, трудно предположить, что он что-то себе такое сколотил. Но Онегин же наследник всех своих родственников. Ну вот, совершенно верно, наследник всех своих родных, что еще очень важно. Ну правда там что с папой было, да? Папа давал три балла ежегодно и промотался наконец. Так что это, Онегинское вот это имение пришлось очень кстати. Но между тем человек, который проводит за туалетом перед всем тем, что в чем поприхоте обильный торгует Лондон, чепетильный, он как-то мало похож, согласитесь, на полунищего, да? То есть у Онегина есть на что праздно дожить до конца дней. А вы можете выделить в Онегине какие-нибудь положительные качества? Хороший вопрос. Мне очень нравится, что женщины защищают ее со страшной силой. Девочки, то, что обычно выдают за портрет Онегина на полях, это портрет Веневитиного. Он выглядел гораздо хуже, уверяю вас. Нет? Ну какие-то положительные качества, наверное, есть в нем. Какие в нем есть положительные качества? Не забоялся идти на дуэль. Только надо было в воздух стрелять. Но он, наверное, не совсем дурак все-таки. Он общался с Пушкиным, если верить Пушкину, да? А, можно вопрос? Вы говорили про то, что «Медный всадник» можно его трактовать как продолжение романа Олегии. Можно, конечно. И имена главных героев совпадают, что тоже говорит. А можно... Конечно, потому что Евгений его продолжает занимать. Каким именно образом он продолжается? Очень интересный вопрос. Каким образом он его продолжает? Евгений. Главная литературная фигура 30-х годов. Это главный... Это новый извод романа в стихах. Из Петербурга-Дворянского действие переместилось в Петербург. Чиновничий. И главный конфликт эпохи переместился туда. То есть это не биографическое, не прямое продолжение, а это социальное продолжение. И, конечно, новый Евгений гораздо интереснее, гораздо глубже этого... Ну, потому что историософия Медного Всадника это самое глубокое, что вообще написано о русской государственности. Ну, в общем, на этом мы с вами этот урок заканчиваем. Естественно, что ваше домашнее задание это школьное сочинение. И вот, пожалуй, я предложил бы вам три темы. Первая тема. За что я люблю Онегина? Онегина без кавычек, конкретно Онегина. Сугубо женская тема. Вторая тема, подозреваю, сугубо мужская. За что я не люблю Татьяну? И третья. Может ли выжить Ленский? А можно первая тема? Может ли выжить Ленский? Чего? Первые две темы объединить в одну. Ради бога. И вот это действительно женский апофеоз. Потому что найти женщину, которая любила бы Татьяну, это великая сложность. Да, на этом мы с вами прощаемся на неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова